В Бендерах отметили праздник 55-го пехотного подольского полка. Его бойцы прошли славный военный путь, участвовали в Отечественной войне 1812 года, Крымской, Кавказской и Русско-Турецкой войнах. Защищали рубежи Российской империи в Русско-Японскую и Первую мировую. Долгое время полк дислоцировался в Бендерах. Теперь потомки выражают дань уважения доблестным предкам. Ежегодно 29 августа мы вспоминаем воинов 55-го подольского полка. В эти дни отмечается 221-я годовщина. Такая дата объединяет в себе и военную память прошлого, и светлый церковный праздник Спаса. Именно этим образом благословляли воинов перед опасными походами в черте и за пределами Российской империи. Образ Спаса возглавляет крестный ход в наши дни. Одновременно звучит гимн и совершается молебен на месте захоронения соотечественников и тех, кто пришел в эти земли издалека и навсегда остался лежать в нашей земле. На военно-историческом комплексе руководство города и страны, российские гости, военнослужащие, церковнослужители, общественность. Преднестровье умеет сохранить свою историю, умеет сохранять свою историческую память. Ведь именно благодаря сохранению исторической памяти, недопущению ее фастификации, мы имеем право на свое будущее. Нам есть, что передать уже своим потомкам. И мы показываем, как это надо делать, как нельзя забывать и как надо помнить. Для бендерчан сохранять память о войнах 55-го подольского полка – это не только долг и дань истории. Это еще и символ патриотизма, выдержки и самоотверженности в борьбе за государственность. Это те качества, которые нужно передать от доблестных предков потомкам. Мы бережно храним память наших предков о их подвигах и передаем их из поколения в поколение. На нашей земле молодежь воспитывается в духе патриотизма и любви к родному отечеству. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем верны традициям русского воинства, которое и в настоящее время вместе с нами, рядом, показывает чудеса самоотверженности и героизма. После непродолжительного митинга участники мероприятия возложили цветы к православному кресту и воздали военные почести. Многочисленные колонны направились крестным ходом по улицам Бендер, остановились у памятника русской воинской славы. Обелиск, выполненный в виде орла с распростертыми крыльями, имеет непосредственное отношение к подольскому полку. На памятной плите высечена надпись «Доблестным предкам потомки» от 55-го подольского пехотного полка. Официальная часть праздника завершилась в храме Александра Невского, где состоялся церковный молебен, а затем прозвучали лучшие произведения русской духовной музыки в исполнении Приднестровского государственного хора под руководством Татьяны Твердохлеб. Праздничные мероприятия продолжились в парке Александра Невского. Концертно-развлекательную программу открыл полковой бал с участием воспитанников кадетского корпуса. Воссоздать атмосферу военного похода, показать гостям сцены из жизни 55-го подольского полка постарались вместе с военнослужащими артисты, актеры и спортсмены. На плацу развернулись интерактивные локации, военные игрища и развлечения. Это солдатская карусель, эстафеты, бег в запуске с препятствиями, хождение по проволоке и многое другое, что не дает солдату потерять боевую сноровку и требуется для поддержания отличной физической формы. А сердце любого военного подразделения – это штаб. Мой помощник, охранник и писарь. Здесь представляю главного командующего 55-го подольского полка. В данный момент карта. Разрабатываем нападение на вражеских солдат. Военный лазарет с врачом, медсестрами, санитарками и пострадавшими. Все роли исполняют актеры Народного драматического театра. Здесь мы оказываем первую помощь солдатам, которые получили серьезные ранения в результате боев. Здесь, как вы видите, уже самый процесс оказания первой помощи нашему раненому солдату. Показать молодецкую удаль и силу в спортивных локациях вызвались спортсмены, артисты цирка и все желающие любого возраста. Алексей Мамчур в течение двух лет тренировок в цирке юности овладел основными богатырскими навыками, которые демонстрируют на празднике. Сейчас он с легкостью жонглирует восьмикилограммовыми гирями. Умею жонглировать шариками, булавами и умею крутить вот такое, только оно из пастмассы состоит. Особенная и совершенно необходимая сила военных походов – это кони. Без грима и специальных костюмов на плацу их представляют элитные орловские рысаки – лампас и дилемма. Выведенная под руководством графа Орлова порода получила характеристику и в подводу, и подвоеводу – и пахать, и щеголять. То есть они могут и груз тянуть, и генералов везти. Они могут работать как верховые лошади. Также и везти груз, особенно оружие, ну естественно инвентарь и так далее. То есть то, без чего невозможно во время боевых действий. Ну и конечно, какое гуляние может обойтись без достойного подкрепления. Любимая всеми и полезная во всех отношениях солдатская каша, как всегда, непременный атрибут военного праздника. Очень, очень нравится. Красиво сделано. Все молодежь здесь, все старики даже. Есть где отдохнуть. Спасибо нашему президенту. Молодцы, что сделали. Для отдыха, для нас, для людей. Отлично сделали. Есть где пойти, прогуляться. И хорошие пляжи еще сделали, там можно купаться как-то. Да, на пляже тоже. Ну еще не закончили, но, наверное, на следующий год еще лучше будет. Очень понравилось. Молодцы. Молодцы. Организовали очень все прекрасно, весело. Мы после 70 выходим, смотреть на них, значит, они заслуживают своего внимания. Спасибо администрации, всем правительству, что сделали такую красоту для города. Спасибо городу. Очень нравится, хорошо. Все очень супер, здорово, очень прекрасно, что в нашем городе реконструировали и сделали такое прекрасное место для отдыха молодежи и просто жителей Приднестровья. Шикарно. В этот день на главной сцене парка выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы города. Завершилось мероприятие праздничным салютом. Елена Расланова, Валерий Усвайск, Иван Зелинский, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.